Мы работаем по миру, съездим с надеждой по всему миру. В данный момент мы вещаем из Польши, из Варшавы, у нас здесь тоже будет проходить мастер-класс. Научить вас можно, и письмо, и создание самолета в автомобиле и всему подобное, но любить то, что вы делаете, это не только вы сами можете от себя заставить, поэтому вы можете писать чем угодно, как угодно, главное, чтобы вы любили то, что вы делаете, главное, чтобы вам нравилось то, что вы делаете. Не ставьте себе слишком большую планку, особенно, когда на первый раз этим болеют очень многие начинающие, они приходят и не кисть, у них там дрожащая рука с кистью, а планку, прям налянуть себе планку такую, чтобы вы получали удовольствие и наслаждение от того, что вы делаете, и в процессе вот этого вы будете обучаться. А если у вас сразу, как бы, к себе отношение такое, что, ой, там, я, как бы, хуже, там, чем кто-то, или я, там, не могу, или что-то, то есть это, как бы, путь в никуда, на самом деле. Если, по ходу, там будут появляться какие-то вопросы, вы там в чате пишите, будем останавливаться и будем отвечать. Зеленоватого, зеленоватого. И просто закрашиваю. Абсолютно не интеллектуальное занятие. Просто параднер, ведь она не должна как бы сваливаться, вот таким комком здесь не должна быть, но она в кисти должна краска присутствовать. Что такое глаз? Глаз это некое место от брови до чуть больше, чем нижняя века. Как бы напудриваете туда краску. То есть не дурно посмотрела, а достаточно благозвучно. Вот в рисовании этих глаз, вот у него на картинах, если обратите внимание, там Иван Грозный, там, и сын его Иван, вот у него, у Ивана Грозного зрачок прямо вот здесь вот посередине глаза, это выдает некое такое безумие. А если мы зрачок пристроим к верхнему верху, вот сюда, а здесь делаем немножко расстояние, тогда это у нас будет совершенно нормальный глаз. Все равно вы сделаете вот именно точно так же. Значит, ну, если вы сделали слишком темно, потихонечку кистью начинаем, или пальчиком начинаем просто припудривать, прикасаться. Все будем усиливать. Ага, тут тень, чуть усилили тень. Допустим, тут свет, чуть усилили свет. Тут там это, чуть усилили. Тут блик на губе, чуть усилили. То есть, все время происходит, как бы, процесс усиления. Передали им, рекомендую. Значит, если вы устаете, откладываете эту работу и дожидаетесь, пока я не в этом отношении. И у вас все получится. То есть, не запирайтесь в эту рамку. Потому что многие люди говорят, нет, я вот, у меня такой характер, я вот пока что-то одно не закончу, к другому там не приступлю. Вот это одна из таких больших ошибок и заблуждений. Ну, не идет сегодня, ну, ради бога. Ну, отложите, господи, возьмите там что-то другое. Если картина замученная, вот, вымученная, это вот хуже всего. Что можно заменить льняное масло? Льняное масло замените подсолнечным маслом, но рафинированным. Вот мы когда в этом были юны и не было вот этого разнообразия всех этих морепродуктов. Ну, бросьте в подсолнечное масло, там, на недельку корочку хлеба, и оно корочка хлеба у себя натянет, там, все эти штуки. И у вас получится более-менее масло, которое вот способно там участвовать в живописи. Всем спасибо, всем пока.